На расстоянии 64 световых лет от Земли, в крошечном и почти безмятежном созвездии Лисички, вращается мир, который не похож ни на один другой в нашей галактике. По крайней мере, мы еще не нашли похожий. Для телескопов он кажется прекрасным, насыщенно синим, словно океан в полдень. Но если бы кто-то оказался рядом, это сияние обернулось бы кошмаром. Там, где цвет напоминает безмятежное небо, на самом деле бушует атмосфера из ядовитых газов и стеклянных бурь, изматывающих астронавтов. И при этом, эта планета носит прозаичное имя HD 189733b, или Синий мир. Далее, для удобства, я буду говорить проще. HD 18. И все в нем противоречиво. Красивый, но смертоносный. Изученный, но по-прежнему таинственный. Прекрасный кандидат на педестал злого космоса. HD 18 один из самых известных представителей класса так называемых горячих Юпитеров. Это гигантская планета, примерно равная Юпитеру по массе и размеру, но находящаяся в тысячу раз ближе к своей звезде, чем Земля к Солнцу. Она делает полный оборот всего за два с лишним земных дня. Если бы мы пытались выжить на этой жуткой планете, наш год длился бы меньше недели. Но на самом деле, пару секунд. Скоро вы поймете почему. Ее звезда, желто-оранжевый карлик, чуть холоднее Солнца, а сама планета навечно повернута к ней одной стороной, как Луна к Земле. На дневной стороне вечный день и температура выше тысячи градусов. На ночной вечная тьма и раскаленные ветра, срывающие газовые слои со скоростью более 2 км в секунду. Планета была открыта относительно недавно методом транзита. Когда HD 18 проходила перед диском своей звезды, ее свет едва заметно тускнел. Этот крошечный долей процента спад в яркости позволил измерить размер планеты, а затем с помощью спектроскопии определить и ее массу. Так началась новая эпоха. Эпоха прямых наблюдений атмосфер экзопланет. Синий мир стал для астрономов своего рода лаборатории. На ней впервые удалось зафиксировать водяной пар, углекислый газ, следы метана и даже сероводорода, вещества, которые на Земле ассоциируются с запахом тухлых яиц. Идеальный аромат для космического ада. Но самая впечатляющая особенность этого мира – его цвет. Телескоп Хаббл впервые измерил отраженный свет планеты и установил, что она действительно синяя. К сожалению, не из-за океанов или неба, как у нас, а из-за микроскопических частиц силикатов в верхних слоях атмосферы. При температурах выше тысячи градусов эти частицы образуют крошечные стеклянные капли, которые рассеивают свет и превращают верхние слои атмосферы в нечто напоминающее кобальтовый океан. Густой синий слой, мерцающий словно жидкость, хотя на самом деле это плотное облачное образование из расплавленных частиц. С высоты космоса планета представляла бы как гигантский сапфир, тверкающий в бескрайней тьме космоса. В атмосфере синего мира никогда не бывает покоя. На границе между вечным днем и вечной ночью, там, где солнечное излучение встречается с холодной тенью, температура падает на сотни градусов, создавая чудовищные перепады давления. Воздух, насыщенный водородом и ядовитыми газами, мчится с дневной стороны к ночной со скоростью, превышающей скорость звука в пять раз. Эти ветра несут с собой частицы расплавленного стекла. Они крутятся в бесконечных вихрях, сталкиваются, испаряются и снова конденсируются. Так рождаются штормы, не знающие конца. Ни одна буря на земле, даже самый мощный ураган, не способен сравниться с этим адом. Если попытаться представить себе путешествие к HD-18, то первым, что мы бы увидели, была бы ее звезда. Тусклая, оранжевая, но ослепительно яркая для любого приближающегося аппарата. Планета движется вокруг нее так близко, что солнечный ветер буквально вырывает наружу верхние слои атмосферы. Она словно медленно испаряется в космос, оставляя за собой тонкую, едва заметную дымку из ионизированных газов, превращаясь в длинный след. Так гибнут горячие Юпитеры. Их верхние слои атмосферы постепенно разгоняются до скорости, позволяющие преодолеть гравитацию планеты, под воздействием интенсивного ультрафиолетового излучения и потока частиц от звезды. Легкие элементы, такие как водород и гелий, в первую очередь покидают планету, за ними постепенно уходят более тяжелые молекулы, включая метан и аммиак. Этот процесс известен как атмосферная потеря, или эвапорация, и может длиться миллионы лет, изменяя массу и состав планеты. В результате синий мир медленно теряет вещество, формируя протяженную облачную оболочку, частично уносимую в межзвездное пространство. Со временем такие планеты могут сократиться до плотного ядра, оставляя после себя лишь остатки газового гиганта. Но может ли что-то живое существовать на планете, где температура плавит камень, а воздух состоит из водорода и сероводорода? Вероятность этого ничтожна. Ни один известный биохимический процесс не выдержит таких условий. Даже гипотетические формы жизни, основанные на других химических реакциях, не смогут закрепиться в столь нестабильной и энергичной среде. И даже среди ее лун. HD18 – это мир чистой динамики, где вещество непрерывно перемешивается, испаряется и конденсируется вновь. Здесь нет устойчивости, а без устойчивости не может быть жизни. Что же произойдет, если человек вопреки здравому смыслу окажется там? Ответ прост – ничего. Потому что он не успеет ничего почувствовать. Едва капсула войдет в верхние слои атмосферы, давление и температура возрастут до значений, при которых металл начинает таять, а пластик испаряться. Потоки водорода и силикатов ударят со скоростью пули. В течение нескольких секунд корпус будет разорван, а все внутри испепелено. Даже если бы гипотетический скафандр выдержал внешние условия, человек погиб бы от жуткой гравитации, токсичности атмосферы и отсутствия кислорода. Здесь нет ни твердой поверхности, ни горизонта, ни звездного неба. Только вечный шторм и гул ветра, который никогда не стихает. И все же HD-18 не просто адская планета. Это одна из первых экзопланет, где человечество действительно увидело атмосферу. Она стала полигоном для проверки методов, которые теперь применяются повсюду. От телескопа Джеймса Уэбба до новых миссий Европейского космического агентства. Благодаря ей мы научились различать химический состав далеких миров, измерять температуру на разных высотах, даже строить карты распределения облаков по полушариям. По сути, эта жуткая экзопланета стала зеркалом, в котором мы увидели, насколько далеко шагнула астрономия. Но чтобы понять контраст этой планеты, нужно взглянуть по сторонам. Среди тысяч открытых миров есть такие, что вызывает не ужас, а напротив, восхищение. Например, Трапест-1 и, крошечная планета в созвездии Водолея, размером почти как Земля. Она обращается вокруг холодного красного карлика и, возможно, имеет атмосферу и воду. Или Ка-2-18-Би, суперземля, на которой, по данным этого года, нашли следы водяного пары и даже метана, намек на возможные биологические процессы. Таких планет немного, но они дают надежду. Они как островки вероятности в океане хаоса, напоминание о том, что Земля не единственная такая, и жизнь может найти себе место даже в самых неожиданных уголках Вселенной. И все же, если составить рейтинг самых ужасающих миров, HD-18 останется в числе лидеров. Наряду с WASP-76-Би, где идет дождь из расплавленного железа, и Кельт-9-Би, где температура превышает 4000 градусов, этот мир воплощает саму идею космического ада. Но в отличие от них, HD-18 видна нам особенно ясно, потому что она относительно близка и хорошо изучена. Мы знаем ее орбиту, химический состав и даже то, как свет рассеивается в ее атмосфере. Нет, речь не идет о реальных микрофонах или записях звука, ведь звукооператор не успел отправить данные и сгорел на орбите, увы. Но исследователи преобразовали спектры излучения этой планеты. Данные телескопов и кривые изменения света в звук. Процесс, который называют сунфикацией. Каждая частота света превратилась в ноту, каждое изменение яркости в колебания тона. В результате мы получили не шум ветра и не гром, а звуковую картину данных, математическую мелодию, отражающую пульс далекого мира. Она не похожа на музыку, скорее на жуткое гудение, которое передает весь мрак и ужас этого далекого мира. Давайте послушаем. Жутко, не правда ли? Да, когда слушаешь такое, невольно ощущаешь масштаб, словно сам стоишь на границе вечного дня и ночи и слышишь, как звезда разогревает планету до пределов и постепенно разрушает ее. И пусть этот мир навсегда остался недостижимым, он уже стал частью человеческой истории, потому что заставил нас заглянуть в жуткий мир экзопланет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА